Хьюго, идём. Ну как, вам нравится наша терраса? Вы правда тут живёте? Это наш дом. Выглядит потрясающе. Прошу, входите. Вау, сколько места! Да, точно. И это лишь малая часть дворца. Оу, между прочим, не хотите пока отведать фиников? Фиников? А что это? Это такой фрукт. Можно? Угощайся. Спасибо, ваша светлость. Хьюго, только держи себя в руках. Хорошо. Понимаю, всё здесь выглядит официально. Но прошу, не называйте меня ваша светлость. Я мать. Поэтому будьте как думал. Да. Во время светлых дней все жители острова Колыбели равны перед чадом куглей. Здорово! Ага, настоящий жизнелюб. Осторожнее, они очень сладкие. Так откуда вы? Из Гиене. Мы бежали от войны и чумы. Пришли в Прованс в поисках лучшей жизни. И услышали об этом острове. Вы правильно сделали, что приплыли сюда. Идёмте. Вы, наверное, устали после такого приключения. Как тут здорово! Ага. Скорее бы увидеть нашу комнату. Агнес, приготовь, пожалуйста, комнату для двоих. Да, матушка. Она её мама? Нет. Это в образном смысле. А это наши сады. Моё любимое место. Восхитительно! Ну, наконец-то. Они почистили бассейны? Да. Правда, красивые. Странно, что вы путешествуете одни. Где ваши родители? Мама где-то, а папу убили. Но кто? Как? Эм, Хьюго. Виктор, не будь таким воинственным. Эх, ты же меня знаешь. Хьюго, подойди ко мне. Хорошо. Видишь, эти растения? Большая часть из других краёв. Но нам всё равно удалось их вырастить. Выглядят здорово. Весь секрет любви и заботе. В этом они не так уж и отличаются от нас. Мы тоже пьём воду. Ха, а ещё нам нужна добрая почва, любовь и забота. Это щедрая земля. Если захочешь, ты сможешь остаться. Расти здесь. Но решать, конечно, старшей сестре. Так, комиссия? Спасибо вам большое. Вы замечательно сказали. Позвольте, я покажу вам ещё кое-что. Виктор? Разумеется, Хьюго. Земля здесь плодородна. Чадо углей даёт ей жизнь. Мы проводим светлые дни, чтобы почтить его, в надежде, что оно, как и предсказано, вернётся к нам. К нам, своим матери и отцу. И к своему народу. Мы молимся ему не как Богу, а как давно почившему ребёнку. Мы любим и чтим его, дабы оживить его пламя. Миссия, там, на камне, это та самая птица. Погоди, вы помолитесь со мной? Можете делать это так, как привыкли. Конечно, Хьюго. Я хочу молиться птицам. Малое пламя осветит эту ночь. Да восстанет сын и солнце. И да воцарится свет. Да воцарится свет. Да воцарится свет. Спасибо вам, я ценю это. Ну что, идёмте? Простите, мама, если можно, мы хотели бы задержаться, помолиться за отца. Хьюго? Да. Конечно, я вас подожду. Приходите, когда закончите. Дорогой папа. Хьюго, это точно твоя птица? Посмотри хорошенько. Ау, да, я это чувствую. У неё такой же клюв. И я просто знаю это. Хорошо, очень хорошо. Тогда давай возвращаться. Только никому ни слова. Ладно? Это наш секрет. Хорошо. Всё готово для завтрашнего праздника. Да. Одеяние выглядит великолепно. Всё будет идеально. Простите. О, можем идти? Да. Должен сказать, мы благодарны, что вы с такой готовностью почтили чадо. Каждое дитя – это будущее всего мира. И даже один ребёнок может изменить всё. Ты совершенно права. Мы пришли. Смелей. Ох, это слишком... Ерунда. Вы у нас в гостях. Вас ждёт добрый ужин. Настоящий ужин! На миссии я! Оу, надо бы вас переодеть. Похоже, путь выдался неблизкий. А вы убьёте, Арно? Йога! Его ждёт суд. Как и любого злодея. А зла он натворил немало. Кстати, вы можете дать показания, если, конечно, захотите. Довольно об этом. Вы пока отдыхайте. А завтра можете прогуляться по острову. Светлые дни – самое подходящее для этого время. Спасибо. 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 Госпожа. Да, кстати. Можете прыгать на кровати. Да! Спасибо. 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вау! Это... Это прямо... Как во сне? Да, точно как в моем сне. Бежим. Перекусим, а потом пойдем гулять. Идем. Как тут здорово! Давай поиграем! Эй, мы же пришли узнать, почему тебе это место снилось, так? Да! Идем! Идеальная погода, чтобы исследовать остров. Да! Как первооткрыватели! Но сначала найдем выход. О, ты только погляди! Какое все огромное! В общем, я на тебя рассчитываю, понял? Если что, увидишь? Да! Я буду смотреть в обу! В оба! Говорят, смотреть в оба! А-а-а! Все равно непонятно! Ну, да, звучит непонятно. Все-таки потрясающий у них дворец. Все такое большое, я бы точно заблудился. Я могла бы так жить. И быть графиней? О, нет. Слишком много забот. Добрый день! Добрый день! Здрасте! День будет жаркий. Да, это точно. В такую-то погоду и в шлеме сочувствую. Заварушка вчера была нешуточная, так что... Да, конечно, лучше перестраховаться. Может, это выход наружу? Наверное. Давай спросим у стражников. Здравствуйте. Можно нам погулять? Конечно! Наслаждайтесь светлыми днями! Выспались? София, привет! Рад тебя видеть! Как ты узнала? Где вас искать? Это моя работа, дорогая. Наблюдать, слушать и из этого извлекать пользу. Так я и узнала, что Арно в темнице. Да, этот мерзавец, он нас предал. Хуже того, он хотел использовать Хьюго. Какую пользу он мог извлечь из такой крошки? Или же ты не так прост, каким кажешься, малыш? София, я серьёзно. Пусть Арно и твой друг, но нас из-за него чуть не убили. Так значит, вы праздновали его поимку вместе с графом и его женой? Нет, плевала я на них. Я ни перед кем не склоняюсь, София. Ни перед графом, ни перед королём. Ясно? Главное для меня – это он. Ладно, вижу, тема больная. Да и я дразнила тебя. Хотела узнать, кем являются мои друзья. В гневе человек многое расскажет. Идём. Прогуляемся. Да! Да! Я здесь уже немного прогулялась утром. Вы знаете, куда пойдёте? Пока ещё нет. Можете не торопиться. Погода отличная, люди празднуют, даже стражники очень милые. А, так вот почему мы ещё не в кандалах. О, птица! Ты прав. Это та, которая тебе снилась? Не совсем. Занятно выглядит. Словно она куда-то смотрит. О, охотимся на сокровище? Уже? Ну, давай выясним, на что она смотрит. Сон и птица, говоришь? Хьюга много раз видела это место во сне. Ещё до того, как мы сюда приплыли. И каждый раз там была птица. Что ж, понятно. Гляди, она смотрела на другую птицу. Ты прав. Тогда на что смотрит это? Есть только один способ это выяснить. Это место не похоже на гиень. Даже запахи другие. Да, тут пахнет жарой. В гиене что, не бывает жары? Бывает, но другая. Понятно. Спасибо. Ещё пара черепинц осталось. Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты готов? Почти. Я не хочу пропустить церемонию. За остров Колыбели! Вера в чадо, это, конечно, мило. Но не сочтёт ли церковь это полнейшей ересью? Да, чтобы на такое отважиться, нужно быть графом. К тому же остров далеко от материка. Думаю, это помогает. И если у тебя много золота, всегда можно договориться. Ещё одна! Большое у этих птиц семейство. Давай искать следующую. А представь, если они ведут нас к гнезду. Нет, уверена, к чему-то более важному. Я тоже! Значит, продолжаем охоту на птиц. А здесь что происходит? Это за чадо, это за мать, а это за отца. Не устал, Хьюгл? Нет, всё отлично. Мы так много уже прошли. Большой оказался остров. Зато красивый. Мне здесь нравится. Отлично, добраться сюда было непросто. Но я рада, что мы здесь. Она такая свежая, что думает, что ещё в море. Подходи и посмотри. Прости, не грозили. Какая огромная горища! Тихо! Ты мне так всю рыбу распугаешь! О, простите! Надеюсь, рыба от него уклывёт. А это чё такое забавное? Хм, это гробницы. Мы такие зовём курганами. В моём сне не было никаких гробниц. Ха. Ну, давайте искать дальше. Амиссия, может, поищу птица? Да, я помню. Это наша главная ниточка. Нужно к ней... Здравствуйте. Здесь нельзя пройти? Извините, но пока нельзя. Нужно доставить эти цветы в святилище, к церемонии. У вас цележка прокинулась. Ха-ха. Не переживай. Просто пару стеблей помяли. Мы потом вернёмся. Удачи вам. Чёрт, эти солдаты такие любезные. Прям даже как-то стыдно за всё, что я о них думала. Да уж. Про меня тогда лучше вообще не говорить. А, и многих из них ты... Даже считать не хочу. Но мне не стыдно. И это-то меня и пугает. Прости, ты, наверное... Успокойся. Я уже видела тебя за работой. Если бы не ты, я была бы покойником. Да. Рика, может, ещё сыграем во вторжение английского флота? О, я бы сыграла. У тебя же есть корабль. Ты можешь это делать в жизни. Ты, небось, никогда не видела морской бой, да? Я видела битвы, поля сражений. Поверь мне, сражаться лучше на земле. Простой. Вот это. Так. Простой. Поверь мне, милучей. Я лишь лопат. Доброе. Милучей. 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 Продолжение следует... А это что? А, это. Сюда приходят за благословением те, у кого нет детей. Как мило. Я слышала, это сама графиня тут всё устроила. Она такая добрая! Они с графом так любят друг друга. Это как-то... Неловко. Неожиданно. Амиссия, пойдём искать каменных птиц. Ладно. Как у них получается выращивать целые поля цветов? Может, это их чадо углей и правда помогает этому острову? Вот бы мне столько цветов. А мне бы лучше столько золота. Цветы лучше пахнут. Ладно, ты победил. Да, спасибо. Мельницы! А изнутри на них можно посмотреть? Почему бы и нет? Давай проверим. Скажи мне, что у тебя за тяга к мельницам? Они похожи на великанов с вращающимися щитами-чами. Что ж, а я вижу только мельницы. Я тебя понимаю, София. Очень хорошо понимаю. Что ж, а я вижу. А. Давай их югу. Ладно. О, что это за лебёдка? Наверное, стопор, чтобы остановить мельницу. Давай, наверх. Ага. О, сработало! Тсс, уходим отсюда. Тихо. 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 Полезай наверх. Хорошо. Забирайся Ладно Забирайся 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 – Наверх! – Хорошо! – Амиссия, пойдём искать каменных птиц! – Хорошо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Не устал? Мы уже долго идём. Я думала, горы будут выше. Не расстраивайся, мы ещё не на месте. Так вот, кто больше всех устал. Не люблю горы. Всё, что мне нужно, это гладь моря. А я люблю горы. Они высокие. Если на них забраться, тоже станешь высоким. А знаешь, он ведь первый раз в горах. Ну, тогда вперёд. Все станем высокими. Чёрт, становится жарко. Глядите, мы уже почти у святилища. И ты называешь это почти? Брось, ради этого стоит попотеть. Смотри, какой оно огромное. И что конкретно вы там надеетесь найти? Я хочу увидеть свою птицу. Или то дерево, или пруд. Я бы предпочла какой-нибудь эликсир. Что-нибудь, что тебе поможет. Может, он хранится у птиц. О, ключевая вода. Как он может бегать по такой жаре? Детское мастерство. А ещё он умеет быстро засыпать. На вид холодное. Так и есть. То, что нужно. Эй, Хьюго, у тебя грязь на лице. Ну-ка, я тебя убою. Бодная атака! Эй! Контратака? Задрун, Хьюго! Ладно, ладно, ладно. Я сдаюсь. Задрун! Ты забрызгал меня до смерти. Я победил! Матрос, побеждённый водой? Она мне, между прочим, в глаз попала. Я специально целился. Ай да, братишка, вы друг друга стоите. Молодчина, Хьюго! Моя месть будет страшна. Это святилище огромное. Да, представляю, каково это было вырубать. Ой, козы! А миссия их так много. Не бойся, этим больше нравится кушать листья, а не маленьких деток. Да, но они так кричат. Я с тобой. Так, так, так. Наш храбрый воин боится коз? Но их слишком много. Вы идёте в святилище чада? Да. О, боюсь, вы опоздали. Они уже закрыли ворота на время церемонии. Церемонии? А мы так долго добирались ради мальчика. А, ну, есть, конечно, вон-то козья тропка. Но смотреть всё равно придётся издалека. Там сейчас граф с графиней. Да и стражники после вчерашнего на взводе. Незваным гостям не обрадуются. Будем знать. Спасибо. О, кстати, если встретите Тормонтану, отправьте её, пожалуйста, ко мне. Это одна из моих козушек. Мы постараемся. Удачи вам! Надеюсь, она дружелюбная. Ой, да ладно. Это же коза, а не волк. Но они так кричат. О, да. Ну вот, они закрыли святилище. Нам, как всегда, везёт. Ну, а ты подумай, стали бы они его запирать, если бы там не было ничего важного? Да. Мне теперь ещё любопытнее стало. Слышишь? Это та коза, о которой он говорил? Тормонтана. Может, она в этом доме? Заперта. Мы ведь ей поможем? Конечно, мы же герои. Точно. Должен быть другой вход. Она здесь! Надо бы вернуть её хозяину. Козы. Я в детстве часами играла с ними в гляделки. Никогда не знаешь, о чём они думают. Возможно, ты просто была не готова к таким познаниям. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Думаешь, нашли остальных людей, Арно? Не думаю. София, нужна твоя призма. Разгорится быстро. Ублётки. Хотят испортить нам главный праздник в году. У них ничего не выйдет. Мы им не дадим. София, здесь нужна твоя помощь. Сейчас всё сделаю. София, нужна твоя призма. Разгорится быстро. Ни хера себе! Кто здесь? Осторожно. Как дети, малые. Что ж, всё тихо. Всё тихо. София, здесь нужна твоя помощь. Сейчас всё сделаю. Что это там за дым? Сработало. Идёмте. На главной дороге слишком людно. Давайте обойдём. Осторожно. Опять ни хрена нет. Многовато солдат ради какой-то церемонии. Там, где побывал Арно, всегда так бывает. А миссия здесь нет крыс. Нет. Нет. Идёмте. Спасибо. София, ты пока тут гуляла, ничего не слышала об Ордене? Нет, только о Чаде, матери и отце. Может, это потому, что он древний? Может быть. Что это? Опять они. София, нужна твоя призма. Сейчас подпалим дрову. София, используй призму. Сейчас всё сделаю. Срабатывает безотказно. Ложная тревога. София, нужна твоя призма. Разгорится быстро. Что за... Надо сходить выяснить. Нужно уходить. Как дети, малые. Ничего, но и хорошо. Так и знал. Ложная тревога. София, используй призму. Сейчас всё сделаю. София, здесь нужна твоя помощь. Разгорится быстро. О! Какого хрена там дымит? Срабатывает безотказно. Опять пусто. Да что со мной сегодня? Эй, я велел, чтоб в святилище солдат не было. Понял? Что это было? София, нужна твоя призма. Сейчас подпалим траву. Откуда взялся дым? Сработало. Идёмте. Смотрите, тут всё. К нам кто-то пробрался. Ладно. Как дети, малые. Кто-то здесь шахты. Сработало. Увидите, дайте знать. Как дети, малые. София, здесь нужна твоя помощь. Сейчас всё сделаю. Уверен, это они. Здесь чужаки! Начинайте их искать! Прячетесь! Я вас всё равно найду! Чего? Как дети, малые. София, нужна твоя призма. Сейчас подпалим траву. Спорим, это они? Сработало. Идёмте. Вы от меня всё равно не уйдёте. София, используй призму. Разгорится быстро. Надо прочитать другой сейфер. Здесь ничего нет. Надо проверить... София, здесь нужна твоя помощь. Сейчас подпалим траву. Это они сделали! Ну точно! Когда я вас найду, вам не поздоровится! Конец! Играет музыка Тут нет крыс, а миссия! София, используй призму. Разгорится быстро. Это сделали они! Я точно знаю! Прячетесь! Я вас всё равно найду! Вот болваны сами себя выдали! Он знает, что мы здесь. У нас посторонние! Будьте на чеку! Хорошо. Как дети малые. София, здесь нужна твоя помощь. Сейчас всё сделаю. Это они сделали? Ну точно! У нас посторонние! Дайте знать, если кого увидите! Здесь ничего. Здесь никого. София, используй призму. Сейчас подпалим траву. Ладно! Слушайте все! Я забираю ворота! С этого момента в год! Мы верим, это всё они! Вот и закончился наш визит. Да услышит чадо голос матери! Нет, нет! Мы же так далеко зашли! Там есть разбитая башня! Может, залезем через неё? Там, наверное, есть лестница. Или даже тайный проход. Хорошо подмечено. Стоит попробовать. Здесь ничего нет. Вроде всё чисто. Здесь никого нет. Надо дальше двигаться. Блин, тут никого нет. София, здесь нужна твоя помощь. Разгорится быстро. Это они сделали. Сто пудо. Я знаю, что вы где-то здесь. Я вас найду! Я знаю, что вы где-то здесь. Я вижу ничего нет. Я знаю, что вы где-то здесь. Один из них всех нет. Нет, нихренашенький. Всё отд 70 метров! Я знаю, что вы где-то здесь происходит! Ну вот, пусто. София, используй призму. Сейчас всё сделаю. Очередной и грязный трюк. Здесь, чужаки, начинайте. Какого черта? Теперь я знаю. София, здесь нужна твоя помощь. Разгорится быстро. Их рук дело. Кого же ещё? У нас посторонние! Смотрите в оба! София, нужна твоя призма. Сейчас подпалим траву. Уверен! Это они! София, используй призму. Разгорится быстро. Посмотрите тут! Это сделали они! Я точно знаю! Здесь чужаки! Начинайте их искать! О, Голос! О, Голос! Тое. Да! Уверен! Уверен. Уверен, уверен! София, здесь нужна твоя помощь. Сейчас все сделаю. Черт, вы чужаки! Ну точно они! Здесь кто-то прячется! Ищите везде! София, используй призму. Разгорится быстро. Их рук дело. Кого же еще? Ищите лазутчика! Увидите что-нибудь! Сообщите! У нас получится. Они там, наверное, все увлечены церемонии. А что это за церемония? Хороший вопрос. Что ж, попадем туда, тогда и узнаем. Друзья мои, мы почти у цели. Да. Как ты, Хьюго? Странно, но хорошо. Я уверен, там в горе что-то есть. Я тоже. Что ж, я вам доверяю. Что ж, яωvé? Поехали. Что ж, я думаю. Слушайте все! Время почти пришло! Подходите ближе! Это графа-графиня! Похоже, мы вовремя. Давайте еще немного подождем опоздавших. А пока не стесняйтесь, подходите. Опоздавших? Кажется, это про нас. Что мы будем делать? Мы что-нибудь придумаем. Друзья и дети, сегодня самый долгий день года. Свет летнего солнцестояния вновь озаряет нас. И все же, в этих холодных коридорах, спрятанных от солнца, чадо углей по-прежнему дремлет. Пришло время поднести пламя Феникса Феникса? К его спящим углем. Этим мы докажем, что достойно заботиться о нем. Как мать. Как отец. Давайте помолимся, прежде чем войти. Идемте. Что скажете? Ну, может, сработать. Мы будем наряжаться? Ну, пока. Ну, аулан. Откройте свой разум и сердце Пришло время поведать его историю Дабы она не была забыта Что нам делать? Пойдем за ними и будем делать то же, что и они Нельзя себя выдать Да Пошли Вау! А миссия, гляди! Символ ордена? Так это они построили? Много лет назад На этом острове родилось дитя Благословенное солнцем От великого светила получило оно пламя, повелевающее всем живым Так появилось на свет чада огня Что? Пламя его воссияло над миром Чада благословила его своим благоуханием, смехом и радостью Его домом был остров колыбели Он стал землей мира и покоя Землей исцеления и процветания Колыбелью света Но свет искушает зло А зло не ведает жалости Идемте Дитя на троне В храме ордена Это оно! Чада углей! Встаньте в круг Преклоните колени Смотри, рисунок! Это носитель макюлы? Такая фреска была у мамы в лаборатории У нас дома Зло отыскало чада в этих самых стенах Оно забрало его огонь и силы И спещрило черными, как уголь, шрамами Руки матери больше не могли его согреть И поэтому свет его угас почти безвозвратно И чада огня превратилась в чада углей Господи! Настали темные времена Люди забыли о нем Но только не мы В этом пламени последний отблеск его света Наша надежда И теперь двое из вас Женщина и дитя Должны пронести его сквозь тьму Вы! Вы склоняете головы Смирение украшает вас Вы пронесете его свет Через самое сердце тьмы Примите его Вы пройдете по его стопам Будете страдать от холода Утопать во тьме Мучиться сомнениями Вы увидите умирающее чадо Глазами матери Вы будете и жертвой, и свидетелями Храните этот факел Любой ценой Носители выбраны Занимайте свои места Что нам делать? Нам нужно подыграть Давай, пошли Идите и принесите ему свет От этого многое зависит Невероятно! Эти прески! Чума! Они думают, это все от того Что их чадо умерло Так они ничего не знают Про Макелу Думаю, нет Видишь, как они все истолковали Превратили носителя В божество А миссия Вода погасит факел Мне кажется Это все часть церемонии Утопать во тьме Мне холодно Все закончилось Скоро мы согреемся Это было ужасно Но ты справился Я думала, что это оно Успокойся Теперь все хорошо Нет Мне страшно Чадо холодно Просто иди Я с тобой Оно умирает на руках матери Зло торжествует Столетия проходят Войны, голод и чума Судят на нас Грязь от рождения Нового пламени Мне холодно И страшно Скоро все кончится Вы вернулись И ваш факел погас Но вы больше не одни Чаду нужна его мать Его угли мерцают во тьме Как мать Я приветствую его Передайте его мне Вы справились Чадо должно восстать Услышь меня, чадо Я больше не бесплодна Ибо во мне живет твое пламя Я мать Стань фениксом Возрожденным чадом огня Все вместе Раздувайте огонь Феникс Это же Феникс Да, я его вижу Он настоящий Даже если он обозначает орден Он настоящий Эй, это я София Идемте Я нашла проход внутрь Сейчас или никогда Да, зажжет его пламя Вновь дыхание жизни Да, зажжет его пламя Вновь дыхание жизни Да, зажжет его пламя Вновь дыхание жизни Да, зажжет его пламя Они заметят, что нас нет Не заметят Сейчас нас не отличить Дыхание жизни Я увидела изображение Феникса на этой двери и подумала, что... Ты правильно подумала, им сейчас не до нас. Тогда пошли. Это невероятно! Да уж. Трон для ребенка. Он... он жил здесь? Ты про чадо углей? Нет никакого чада углей. Я же рассказывала тебе об Ордене. Этот остров принадлежал им. А ребенок на фресках — это носитель примамакула. Примамакула. Час от часу не легче. Алхимики называют это изначальной порчей. Она пробудилась в Хьюго еще в младенчестве. И она продолжает расти. И убивает его. Вот для чего построили это место. Ради пришествия носителя макула. Орден соберется вокруг него, будет изучать, пытаясь найти решение. А крысы принесут... Дай угадаю. Смерть, войну, болезнь и голод. Не только. Крысы... В общем, они заблуждались. Нет никакого чада углей, который придет и спасет мир. Это просто фантазии, оправдывающие их надежды. Какие-то бредовые фантазии, я считаю. Отчасти они правдивы. И та часть, что спасет его, наиболее ценная для нас. Базилиус и Элия. Ничего не изменилось. Эта вода не волшебная. Вода? А, ты про исцеляющий пруд из сна. Он как некий символ, как алхимические рисунки матери. Застоявшаяся вода редко бывает волшебной. Эй, иди сюда. Это его трон, а это, кажется, его имя. Базил? Он тоже был носителем, как ты. Ты не один такой. Вот почему тебе это снилось. Что-то позвало тебя сюда. И это неспроста. Посмотри на это место. Если где-то и есть лекарство, то оно здесь. А кто такая Элия? Похоже, здесь есть еще помещение. Вон там. Давайте искать дальше. Идем. Уверена, нас ждет масса удивительного. Угу. Что здесь? Да нас что? Никто сюда не заходил? О, это домик. Ты прав. Выглядит нетронутым. Может, это место для них реликвия? Идем. Сiger. Идем. 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 Эй, догадался, чья это комната? Это его! Комната Базилиуса! Представляешь? Он тут жил! Играл. Сидел там, где сейчас сидишь ты. Поразительно, да? Да! И он тоже любил домики. Прям как ты. Ты любишь домики? И я тоже. У него был Феникс. Да. Может, ему снился тот же сон, что и тебе? Идём посмотрим, что он нам ещё оставил. Смотри-ка. Фигурки людей. Может, какие-то важные персоны? Пророки? В ордене были пророки? Это злодеи. Он стрелял по ним этим шариком. Хм, логично, мальчишки. Мне эта игра тоже нравится. Идём. Мы ещё только начали. Это комната воина? Не просто воина. Взгляни на форму доспехов. А что с ней? Они же женские. Оу! Элия! Ну, конечно! Это её комната. Она была его защитницей. Защитницей? Силохранителем носителя. Как я у Хьюго. Она была сильная. Игрушки. Он приходил сюда играть с ней. И она была не против. Она была лучшим рыцарем. Хотел бы я с ними познакомиться. Игрушки. Игрушки. Мечи и копья. Вау! Смотри, какой топор! Интересно, она ими пользовалась? Вряд ли. Для того они здесь и поселились, чтобы не привлекать внимания. Хороший был у неё арсенал. Смотри, пусковые таблички. На них что-то есть. Его рисунки. Вот она, а вот он вместе с ней. Он любил её. Похоже, они много времени проводили вместе. Прямо как мы. Это всё так необычно. Да. Идёмте дальше. Это невероятно. У меня такое чувство, словно я их знаю. Словно Базилия смог бы быть моим другом. Я тебя понимаю. Оу! Гляди! Снова его птица? Её силуэт. Это же символ ордена. Так Феникс, это орден? И всё? Сожалею, парень. Но нет! Теперь понятно, почему на их фресках он возвышается над ребёнком. Они считали себя лучше его. Им было на него наплевать. Но для нас это ничего не меняет. Идём, завершим то, что начали. Хорошо? Вот чёрт! Что это за место? Алхимическая лаборатория. Может, вернёмся? Постой. Разве это не то, что вы искали? Да, но... Точно, ты права. Ищи всё, что связано с эликсирами, лекарствами. Например, книги, рисунки, может, даже ингредиенты. Хорошо. Что в них готовили? Бурж, пожалуйста, хоть что-нибудь. Рухлядь какая-то. А чего ты ожидала? Пусто. Нет, какого чёрта? Эй, успокойся. Мы что-нибудь найдём. Прости. Был бы тут Лукас, он бы нам помог. Всё это бесполезно. Ну, пожалуйста, хоть что-нибудь. Хьюго, ты что-нибудь нашёл? Стол. Нет, чтобы в нём не готовилась. Это уже давно испарит. Подожди, сейчас иду. Чёрт возьми, ну и место. А, амиссия, по-моему, ты нужна брату. Да. Эй, что-то случилось? Они тоже ему делали больно, я уверен. Эй, понимаю. Всё вышло не так, как ты ожидал. Но... Всё повторяется, амиссия? Но Элли не позволила бы ему сделать больно, да? Ты... Ты позволила в Адену. Нет. Я... Я пыталась его остановить, но... Я понимаю. Ты старалась. Прости. Эй, идите сюда. София, где ты? Наверху. Как ты туда забралась? Загляните за занавес. Идём, Хьюго. Что это? Двери нет. Может, это какое-то помещение для наблюдений? Что ты нашла? Записи алхимиков. Похоже, они наблюдали за ребёнком отсюда. Как за зверем в клетке. Мы прямо над лабораторным столом. Так нельзя. Представляю, как эти ублюдки стояли тут и пялились на него. Давай лучше думать о том, что они выяснили. Кажется, я что-то нашла. Есть что-нибудь о лекарстве? Нет, но есть и другие записи. Что там? Эти ваши алхимики записывали всё, что происходило с носителем. Записи идут по порядку. И последнее сделано в 541 году. В 541? И что там сказано? Я с самого монастыря не занималась латынью, но... Здесь говорится о Базилиусе. И... Эли Драгос, его защитница. Значит, всё это правда? Они были как мы? И что с ними стало? Орден разлучил Элиус с носителем. Она взбунтовалась. И её арестовали у... Круглой башни. И заточили... В капелле, в часовне. Внутри форта. А Базилиус, куда он делся? Здесь не сказано. Что ж, значит, будем искать. Форт и Круглую башню. Кто-то идёт. Ну что, мы тут закончили? Да, давайте выбираться отсюда. Туда. Рискованно, но вода поможет. Пойдём. Вода? Вода? Осторожно, здесь обвал. Да укрепит эта зловонная вода нашу решимость. Быть рядом с тобой и днём, и ночью. Я чувствую твою болезнь. Я разделяю твою боль. Мы защитим тебя. Мы позаботимся о тебе. Я отец. Я жду тебя. Я мать. Я жду тебя. Приди к нам. Мы готовы принять тебя. Как они могут стоять в этой воде? Они так хотят пришествия этого чада. Жаль, что они обманываются. Прямо как я. И они не знают, что обманываются. Им будет грустно, когда всё узнают. Хьюго, то, что тебе снилось, всё это правда. Просто мы пока не знаем, где найти то, что нужно. Я думал, всё будет легко и просто. Мы ещё найдём то, что тебе поможет. Ты уверена? Твой сон был вещем. Да, тут не всё так, как в нём. Но он по-прежнему может всё изменить. Может быть. Почти на месте. А, это отвратительно. Жаль, что ты не можешь увидеть мой сон. Вначале там, конечно, страшно. Зато какие цветы. Расскажи ещё что-нибудь о нём, пожалуйста. Дерево так приятно пахло. И у него были ветки, как волосы. Оно казалось добрым. Продолжай. А вода, казалось, может отмыть всё, что угодно. Никак. Это. Это так мило. Чертовски мило. Допрались. Это было... Побывала бы ты в море с моей командой, тебе была бы не страшна вонь. Мне и этого хватило. Ну идём, отыщем этот форт. Хьюго? В моём сне не было форта. Может и так. Но твой сон привёл нас сюда. И мы многое узнали. Нам нужно искать дальше. Ты что, не хочешь узнать, что стало с Элей? И твоим предком? Всё будет хорошо. А можно снять уже это вонючее тряпьё? Да, конечно. Ну вот. Как будто ничего и не было. А мы молодцы. Особенно ты. Из тебя бы вышел отличный напарник. Слушай, если в твоём сне нет форта, тогда поищем круглую башню, хорошо? Хорошо. А может, местные ещё сильнее украсили к вечеру остров? Хорошо.